Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире Формула Права. С вами я, Анастасия Брачева. И сразу скажу тему программы офшорные схемы. В принципе, все, что касается офшоров, обсуждаем мы сегодня в прямом эфире. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. Также можно написать ваши вопросы, комментарии, поделиться мнением на сайт finam.fm на страничку программы Формула Права. А у меня в гостях в студии Андрей Грачев, юрист КПМГ в России и СНГ и кандидат юридических наук. Андрей, доброе утро! Доброе утро, Анастасия! Андрей, ну вот смотрите, мы не просто хотели бы поговорить сегодня именно об офшорах как таковых и не рассматриваем их как явление какое-то научное. Конечно, нам интересно услышать и поговорить более практически, и поэтому назвали офшорные именно схемы. И мне бы хотелось очень вас расспросить, знаю, что это составная часть вашей специализации в области юридической, скажем так, деятельности. Хотелось бы вас расспросить о том, как используются офшоры и, в общем, поговорить и о законных, и о том, что являются незаконными схемами. О том, какая у нас есть правоприменительная практика. Вот что бы вы нам могли рассказать? Анастасия, ну действительно, офшоры достаточно широко используются сегодня нашим бизнесом, да, и, в общем, как-то эта тема, она не была столь активна и нагрета, наверное, некоторое время назад, до тех пор, пока в 2012 году наш президент не сказал о том, что в целях развития нашей экономики нужно внимательнее относиться к тому, как бизнес работает с офшорами. Сегодня офшоры, ну, как все мы знаем, такое общераспространенное мнение, да, о том, что офшоры — это территории с низконалоговыми юрисдикциями, да, так называемые. То есть территории, на которых достаточно низкие налоги и в которые, уводя тем или иным путем законным или не очень законным прибыль, компании или физические лица получают соответствующие выгоды экономические, поскольку, да, не платят такое количество налогов, как платят их в России. Но, на самом деле, уникальность, наверное, ситуации в России с офшорами сегодня такова, что далеко не только налоговая тема является здесь важной. То есть мы с вами все-таки имеем достаточно низкие налоги сегодня в России, и поэтому часто... Я боюсь, что кто-то сейчас с вами не согласится из наших слушателей. Ну, по крайней мере, по сравнению с Европой, да, далеко не такие уровни корпоративных, корпоративного налогообложения, далеко не такой уровень. Вот. Я не снимаю важность налоговой темы, просто хотел оговориться сразу в начале, может быть, передачи о том, что есть и другие плюсы у офшоров, которые, вот, общаясь с бизнесом, ты слышишь. В первую очередь говорят о том, что в офшорах достаточно быстро и небюрократично любые процедуры создания компаний и связаны с этими компаниями какие-то корпоративные действия. Это, во-первых. Во-вторых, в офшорах многие отмечают лучше защита правовая. Почему многие, например, стараются в офшорах открыть и связать с офшорами нематериальные активы. Потому что полагают, что защита таких нематериальных активов в офшорах, судебная защита, она будет более эффективна, чем в России. Она действительно более эффективна? Или это миф? Я не могу сказать вам, что там каждый день с этим сталкиваюсь, да, но в целом бытует такое мнение, наверное, оно не является необоснованным. С другой стороны, и это на самом деле, наверное, даже более важная, если мы говорим о таких глобальных вещах, более важная проблема. Потому что обеспечить в России должный уровень законодательной и судебной защиты, чтобы, по крайней мере, мы были более конкурентоспособны, чем офшорные юрисдикции, это, наверное, очень важная задача государства. Вот. Что касается налоговых вопросов, то действительно, поскольку это юрисдикции с более низким налоговым бременем, конечно же, многим компаниям интересно так или иначе встраивать их в свой бизнес-процесс. Да, если говорить о том, какие бывают варианты встраивания таких офшоров, то, ну, наиболее распространенные вещи, это, безусловно, в какой-то торговой деятельности включение офшоров в цепочку перепродаж, да, благодаря чему осуществляется перераспределение прибыли в пользу офшора так или иначе, да. Либо это торговля с другими странами Европы, например, или мира, когда это, в принципе, без России происходит. Либо это участие офшора в качестве страны, из которой импортируют товар в Россию. И здесь различные варианты, связанные с манипуляцией ценой, которые могут осуществляться, от них будут зависеть и таможенные платежи, и та прибыль, которая придет в Россию, которая обложится в России корпоративным налогом. Соответственно, это такая распространенная модель включения офшоров, да. Но есть и другие, как я уже сказал, нематериальные активы многие стараются держать в офшорах, из-за этого рождается вопрос роялти, который уплачивает российская компания в адрес офшора. Здесь много споров о том, каковы размеры этих роялти должны быть, да, обоснованно, необоснованно заведены активы в офшор в таком случае. Третья ситуация, тоже распространенная, это когда офшор выдает какой-либо займ и уплачиваются из России проценты в сторону офшора, да. Опять же, там есть целый институт налогового права, да, это тонкая капитализация, противодействие незаконному увеличению таких процентов и их переквалификация в дивиденды. Ну и, конечно, там четвертый вариант, это те же самые дивиденды, когда у нас достаточно много офшорных компаний владеют российскими, и, соответственно, уплата дивидендов в той или иной степени в адрес офшорных компаний, она также позволяет сэкономить. А вот скажите, пожалуйста, нельзя же говорить о том, что все у нас схемы, я не просто так слово схему использую, хотя вы, наверное, как человек, который налогами занимается, вам каждый раз, я предполагаю, должно резать это слух, слово схема, но я это делаю специально. Объясню, почему, потому что те же самые налоговые органы, они тоже очень любят вот это слово схемы, схемность, доказывая тем самым некую взаимосвязь не с целью выстроения добросовестного бизнес-процесса, а с целью, в общем, получения необоснованных налогов преференции, да, для того, чтобы, ну, то, что мы называем уход от уплаты налогов в определенной форме. И вот данная ситуация, все-таки, то, как вы сказали, встраивание в бизнес-процесс, как я говорю специально, схема, но тем не менее, не всегда же они являются незаконными, даже несмотря на то, что создателями компаний в офшорных зонах могут быть наши российские граждане, которые, по идее, может быть, могли бы обойтись без этой компании, теоретически. Я не говорю о размере налогов, но, в принципе, можно было бы выстроить бизнес-процесс без офшорной компании, но они по тем или иным причинам, которые вы в том числе озвучивали, их в эту модель, в эту схему, в свой бизнес-процесс встраивают, как это толкуется, всегда ли это признается с точки зрения налогов в первую очередь, ну, скажем, способом ухода от налогов и чем-то незаконным, недобросовестным и так далее. Какова практика? Ну, вы знаете, Анастасия, меня вот, когда только начинал работать в консалтинге, меня научили, что нет слова схема, есть только слово модель. Я знала, что вы это скажете. Это вопрос о том, насколько схема режет ухо, да? Ну, действительно, режет в какой-то степени. Я бы сказал так, вот то, о чем вы сказали, совершенно правильно. Сегодня, скажем, офшоры, они недалеко уходят в вопросах необоснованной налоговой выгоды, необоснованных там налоговой экономии, которые есть, в принципе, в российской налоговой системе, да? Есть такой глобальный принцип, который, там, с 2006 года получил широкое развитие, это принцип превалирования существа над формой. И в многих налоговых спорах так или иначе этот принцип развивается и развивается. И вот то, с чем мы сталкиваемся сегодня в налоговых спорах, в которых так или иначе включены офшоры, это в том числе вопрос превалирования существа над формой, вопрос того, чтобы те структуры, которые есть у компаний в офшорах, не были искусственными, да? То есть то, вот, я даже слышал о том, что сотрудники ФНС публично говорят о том, что вот эффективна теория, при которой вот любые искусственные структуры, если они вырезаются и бизнес при этом имеет какую-то эффективность, да? То есть вот, то это вопрос к тому, насколько эти структуры обоснованы. Но здесь есть очень тонкая грань между тем, что, например, вы создали компанию в офшоре, которая вам дает займ, который на самом деле вам не нужен никоим образом, да? И это абсолютно пустой такой, да, займ. Или там, например, компания участвует в цепочке перепродаж какой-то, не несет никаких рисков, просто является перепродажной организацией, абсолютно не несущей какого-то содержания. Это одна ситуация. И совершенно другая ситуация, когда, вот, как мы начали озвучивать эту тему, например, хотите зарегистрировать на эту компанию нематериальный актив, да? Это ваше видение того, как строить свой бизнес. И налоговые органы, вот, я люблю приведить этот пример, очень такой четкий, они могут спросить, обоснованно это или не обоснованно, но они не могут никогда спросить вас зачем, да? То есть зачем вы включаете это в свой бизнес? Это мое дело. Это ваше дело, да? Я не могу прийти к вам и рассказать, как строить ваш бизнес. Но если вы, очевидно, не для цели построения своего бизнеса создали там компанию, а, очевидно, для цели налоговой экономии, да, то, с чем борются налоговые органы, да, в ваших действиях не должно быть только налоговой экономии. Она должна быть, она может быть, но она должна быть связана с какими-то бизнес-причинами в первую очередь. Вот когда таких бизнес-причин нет, тогда начинаются проблемы. И та практика, которая сегодня начинает появляться, она, в принципе, показывает, что и в сторону офшоров идут те же самые тренды, которые мы видим в России, да, тренды, вот, как я уже сказал, борьбы с такими искусственными структурами. Давайте сделаем следующим образом, Андрей. Я просто боюсь, что вы сейчас разовьете мысль, а мне и, надеюсь, нашим слушателям очень интересно слушать. Но у нас сейчас должны быть новости, две минуты, мы возвращаемся в прямой эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать сегодня тему офшоров, офшорные схемы. Мы так ее назвали, и я понимаю, что Андрей каждый раз, как я уже говорила, режет слух это слово, но тем не менее, я думаю, что, почему я его использовала, сразу могу сказать, потому что всем становится сразу более, наверное, понятно, о чем мы говорим сегодня. Но, тем не менее, можем сказать, что это офшорные модели, как было бы правильно с точки зрения профессии. 65 10 99 и 6, код Москвы 495, можно позвонить к нам в студию и задать вопрос. finam.fm, можно также зайти на страничку программы «Формула права» и, соответственно, на этой страничке написать ваш либо вопрос, либо мнение, либо какой-либо комментарий. Меня в гостях сегодня в студии Андрей Грачев, юрист КПМГ в России и СНГ и кандидат юридических наук. Мы обсуждали, собственно, в какой ситуации толкуются в том числе и налоговыми, и арбитражными уже судебными спорами, в судебных спорах арбитражными судами, когда является обоснованным включение вот в эту структуру, скажем, бизнес-процесса офшорной какой-то компании, когда не обоснованной. Андрей, ну вот вы сказали, что такую как бы точку зрения, я так понимаю, что это была не цитата, но близко к тексту изначально, что если можно компанию вырезать, и ничего не произойдет, и все остальное будет дальше функционировать, не с точки зрения налогов, а с точки зрения самого бизнес-процесса, то такая компания, ну, скажем так, возможно, необоснованно включена вот в эту модель. Ну, возникают логичные вопросы. Да, то есть она включена только для того, чтобы, вероятно, уменьшить налогооблагаемую базу. Вот мне интересно следующее. Изначально я это услышала в одном из эфиров «Формул права» у себя, и уже несколько раз об этом вспоминала, потому что мне не дают это покоя. Сейчас поймете, о чем я говорю, и нашим слушателям, естественно, тоже расскажу. Дело в том, что в некоторых странах, на память сейчас не помню, в каких, не буду вводить никого за облуждение. Тем не менее, может бизнесмен прийти, грубо говоря, в налоговую инспекцию с некой схемой, не боясь этого слова, и сказать, у меня есть вот такая схема моего бизнеса. У меня при этом будут такие-такие налоги, так-так-так, я буду работать, так действовать. Это схема или, чтобы вам было приятнее, модель рассматривается налоговыми органами, и после этого они дают некое заключение. Говорят, да, все окей, молодец, придумал на законных основаниях, каким образом минимизировать, оптимизировать. У нас это почти ругательные слова вообще в стране. Оптимизировать налоги – это прям уже почти уголовное дело сразу. На самом деле ничего страшного в этом нет, если это все законно. И тем не менее, и дают, грубо говоря, свое некое государственное добро на действие вот такой модели. И впоследствии человек, работая по этой модели, если он ей следует, он не рискует тем, что вдруг завтра к нему придут и скажут, ага, у тебя тот же самый офшор здесь находится только для того, чтобы уменьшить свои налоги и как-то обойти закон. Вот в нашей стране этого нет в общем и целом. К сожалению, никто нам государственное добро дать не может на действие некой модели, даже если эта модель абсолютно законная и действительно не имеет своей единственной целью. Я не говорю, что это вообще не может быть целью, но единственная целью не имеет именно уход от налогов, их уменьшение на незаконных основаниях, незаконные какие-то налоговые преференции. Как в нашей стране все-таки строятся? Вот, допустим, даже мне интересно, к вам приходит клиент и задает некий вопрос, который его беспокоит. Вы ему даете некие рецепты, допустим, да, ответы на его вопросы. Вот можете, я знаю, в той области, в которой я работаю, я, к сожалению, всегда консультирую клиента, я все время даю оговорки, потому что в моей же практике были абсолютно одинаковые судебные дела, которые были разрешены по-разному. Ты читаешь предналоговую, не налоговую, прошу прощения, а арбитражную практику по интересующим тебе вопросам, и видишь одного уровня судов, которые разные дают ответы. А тебе же нужно один ответ какой-то дать человеку. И, соответственно, я все время делаю оговорки, вынуждены это делать, потому что я не могу дать человеку гарантию, что если будет спор по тому вопросу, который мне задал, все будет на 100% именно так, как я ему говорю. Вот 100% это вообще исключительное слово, не могу его произносить. Вот в вашей ситуации вы тоже предлагаете человеку некую модель, вероятно, да, или обсуждаете с ним некую модель. Вот как вы в этой ситуации поступаете, мне хочется до наших слушателей тоже донести, как им поступать в этой ситуации, потому что, как я себе представляю, но немножко с другой стороны юридического процесса, я не налоговик, в чистом, по крайней мере, смысле этого слова. Но, тем не менее, я не могу давать иногда твердых ответов, как вы. Вам же нужно дать ответ и построить по этому ответу тоже уже модель, чтобы она работала. Ну, вы знаете, Анастасия, действительно, вы совершенно правильно привели пример. Действительно, во многих странах существуют такие механизмы согласования налоговых моделей каких-то и бизнес-моделей с налоговыми органами. У нас первый такой пример сейчас появился. Он появился в трансферном ценообразовании. В налоговом контроле за трансферным ценообразованием у нас появился такой институт вообще в налоговом кодексе, как договор с налоговыми органами. Он достаточно дорогой. Он, наверное, возможен только для крупного бизнеса, потому что там полтора миллиона рублей. Государственная пошла за его рассмотрение, в принципе. Но такие договоры уже заключены несколько. И, наверное, этот институт постепенно будет развиваться. Я не думаю, что в ближайшие годы мы получим широкое распространение, но рано или поздно мы к этому придем. Вопрос, который вы озвучили, он действительно очень важен. Почему? Потому что на сегодняшний день доверие между налоговыми органами и налогоплательщиками, оно отсутствует в той степени, в которой оно необходимо. И они часто разговаривают не на совсем одинаковом языке, потому что налоговые органы пытаются, ну, какие-то в меньшей степени, какие-то в большей, увидеть те или иные схемы, как мы с вами сказали, в какой-то бизнес-деятельности. А иногда налогоплательщик приходит к тебе с такими вопросами, например, уже при доначислениях налоговых, ты начинаешь смотреть и понимаешь, вот абсолютно честно и откровенно, что здесь никакой схемы нет, просто так бизнес выстроен. И у него есть совершенно обоснованные, разумные причины, почему он так выстраивает бизнес, и ни о какой налоговой экономии он даже не думал, когда его строил. Вот такое бывает даже. А налоговые органы ее увидели и решили, что все ради нее было сделано. Но при этом, конечно, есть и другие примеры. Так вот, когда клиенты к нам приходят, мы обычно, конечно же, используем какие-то так или иначе оговорки. В основном здесь строится все на чем? На каких-то общих принципах? Вот я озвучил вам один из принципов превалирования содержания над формой. А давайте о других поговорим, объясню почему. Наши слушатели, я извиняюсь, перебила, Андрей, но дело в том, что нас слушают наши слушатели, тавтология немножко. Но мне бы хотелось тоже дать им некие, ну, по сути, некие принципы. Я не спрашиваю вас совсем на ухау, да, лично ваши. Но говоря сегодня об офшорах, ведь первый вопрос, который встает, действительно причины, для чего вдруг человеку, это не за 15 тысяч рублей, грубо говоря, открыть в своем городе юрлицо, которое сейчас вообще, ну, совсем несложно это делать, уже можно все по почте сделать давно, то есть вообще элементарный процесс. Это все-таки более сложный процесс. То есть причина, вы правильно говорите, причина какая-то есть для того же самого офшора. И, соответственно, люди, которые, может быть, задумываются над тем, чтобы использовать офшорные компании в своих моделях, послушав нашу программу, сделали какие-то, не то что выводы для себя, а подумали о том, как использовать, да, нужно ли в этой конкретной ситуации, может быть, какую-то другую форму это облечь. Вот что еще, кроме превалирования содержания над формой? Ну, смотрите, я попробую, может быть, привести несколько примеров просто актуальных таких дел в судебной практике, да, на них будет понятно. Ну, вот первый пример, например, касается роялти. Да, достаточно известное дело одного ритейлера российского, у которого зарегистрирован был товарный знак в офшоре, и налоговый орган, раскопав, скажем, проанализировав всю ситуацию, да, пришел к выводу, что этот товарный знак, он сначала был в России зарегистрирован, потом он был продан в офшор, причем продан был компанией, которая была аффилирована с компанией, которая потом начала платить роялти в этот офшор за использование этого товарного знака. И налоговый орган, вот увидев такую цепочку взаимоотношений, на число налоги пошел в суд. Вот, да, в судах, когда начали разбираться, причем там, что интересно, был даже Интерпол привлечен, да, были привлечены структуры Интерпола, которые дали какую-то информацию о том, что в офшоре происходит и на кого там что зарегистрировано. И когда пришли в суды, то суды начали анализировать, и здесь вот как часто бывает в таких спорах возник вопрос, а вот то, что сами по себе эти структуры были аффилированы, является это какой-то проблемой или нет, да, вот у нас часто... Налоговый кодекс вообще прямо говорит, что сам факт аффилированности, ну, правда, про цену там речь идет, да? Конечно, да, сам факт аффилированности, он еще не означает, что все плохо, да, нужно посмотреть, использовали ли компании эту аффилированность для того, чтобы как-то минимизировать налоги. И здесь налоговые органы, сразу скажу, они проиграли этот спор, в конечном счете достаточно долго длился, проиграли, потому что размер этого роялти не был так или иначе проанализирован и оспорен, хотя налоговые органы обращали внимание, что размер роялти уже там в первые несколько месяцев, по-моему, превысил стоимость всего нематериального актива, за который была она продана, она оффшор, да? Тем не менее, они не проанализировали размер этого роялти и не опровергли, что российская компания действительно пользовалась этим нематериальным активом, да, не удалось им также, насколько я помню, с Интерполом сработать максимально эффективно. Почему? Потому что суды не приняли, по-моему, даже доказательств того, что было запрошено Интерполом, потому что процедура была нарушена. Так или иначе, это такой звоночек был первый, да, понятно, что налоговые органы, вот, получив такой опыт, не самый положительный, они будут в следующий раз совершать меньше ошибок, как идти дальше, да? Безусловно, если мы говорим о самой ситуации, конечно, выглядит немножко сомнительным, да, когда одна российская компания продает нематериальный актив в офшор, и дальше другая, аффилированная с ней, начинает получать, платить роялти, то есть тем самым какая-то часть денежных средств уходит в офшор, причем, если я не ошибаюсь, впоследствии, так или иначе, эти роялти были еще и в виде процентов за пользование займом как-то и возвращены частично в Россию в той ситуации, ну, а там достаточно такая сложная была, да? Вот, тем не менее, какой здесь вопрос? Вопрос того, чтобы обезопасить свои нематериальные активы. На мой взгляд, как я уже сказал, это вполне разумная причина, да, она может быть обоснованная. Дальше вопрос того, насколько этот размер роялти адекватен, действительно ли вы пользуетесь этим нематериальным активом, действительно ли это приводит к каким-то экономическим выгодам вашим в России. В принципе, ситуация достаточно защитимая, защищаемая в судах, скажем так, да? Это один пример. Другой пример, который, например, касается одного фонда, который, получив займ от кипрской компании, выплачивал проценты, причем кипрская компания не сама этот займ ему дала, она взяла его у другой компании, которая располагалась на Британских и Виргинских островах. И эта кипрская компания дала российскому фонду поручение выплачивать проценты сразу на Британские и Виргинские острова. И налоговые органы, увидев эту ситуацию, тоже достаточно критично к ней отнеслись, сказав, что да на самом-то деле вот все выплачивалось на Британские и Виргинские острова. Причем тут Кипр вообще непонятно. Причем тут Кипр, да, а компания, чтобы вы понимали, она использовала определенные льготы, есть у нас в договоре с Кипром, обезбежение данного налогообложения, она этой льготой пользовалась. Опять же суды не поддержали налоговый орган, потому что они сказали, что ну была кипрская компания, давала займ, получила с этого займа определенную прибыль, то есть кипрская компания, она какую-то маржу получила. Как она получила эти денежные средства? Ну какая разница, да? То, что она попросила выплачивать сразу туда, ну и что? Но так было удобнее просто с точки зрения взаиморасчетов, да? Не было здесь какого-то, не было какой-то критичной ситуации, опять же. Андрей, вынужден перебить, мы сейчас выслушаем новости, вернемся в прямой эфир. Мы продолжаем обсуждать тему оффшорные схемы. 651099,6, код Москвы, 495, телефон студии, прямого эфира. финам.фм, сайт радиофинам. И на страничку программы «Формулы права» вы также можете написать ваш вопрос, ваш комментарий, либо ваше мнение по теме, которые мы сегодня обсуждаем. Но я напомню, что у меня в студии Андрей Грачев, юрист КПМГ в России и СНГ и кандидат юридических наук. Вот, Андрей, до того, как мы прервались на новости, вы рассказали две ситуации, при которых налоговые органы, по сути, не смогли доказать. Искусственность. Искусственность, да, вот слово я искала очень правильно. Искусственность. Не смогли доказать искусственность. То есть помимо вопросов экономии налогов и налоговой выгоды, помимо этого были и другие цели, которые, по крайней мере, компании смогли доказать в судах. Вот всегда ли это так, да, или легко ли, я понимаю, что не всегда, но легко ли, наверное, в судах доказывать, и насколько легко можно продемонстрировать, скажем, не искусственность, а реальность компании. Потому что мы же понимаем, что в любой ситуации, даже когда компания действительно была, ну мы сейчас условную некую ситуацию, никого не называем, действительно была создана для того, чтобы исключить налоговую выгоду получить, естественно, приходя в суд, эта компания будет доказывать, что там совершенно реальная компания, и она только для того, чтобы налоги, выгоду получать не создавалась. У нее были другие причины, цели, а это просто побочный, замечательный эффект. Вот легко ли это, и какие способы, наверное, в этом используются? Ну, здесь обычно ситуация какая? Если отношения были реальными, и действительно есть конкретные деловые цели использования компании, то, как правило, та документация, которая имеется по отношениям с этой компанией, она так или иначе это показывает. Да, поэтому вот если документальное отношение, оформление отношений не страдало как-то в процессе работы с этой компанией, то, как правило, так или иначе есть возможность это доказать. Кроме того, например, российский бизнес пока не очень любит такую вещь, как некие бизнес-планы и маркетинговые политики, которые бы были публичны, ну, публичны внутри компании, да, потому что зачастую там используя ту или иную компанию, например, для выхода на какой-то новый рынок, налоговые органы не очень понимают, что такое выход на новый рынок. А если у компании есть некий документ, в котором достаточно адекватно, подробно и с экономическим смыслом расписано, зачем это было сделано, да, и какие приемы для этого использовались, то, конечно, это достаточно неплохо помогает. Я прошу прощения, Андрей, я перебила вас, потому что у нас есть звонок. Виктор на связи. Виктор, день добрый. Добрый день, Андрей. Здравствуйте. Ну, конечно, приятно слышать, что налоговые органы делают МВД и анализируют свои первые ошибки. Ну, может, кому-то, наоборот, это не понравится. Больше шансов проиграть в какой-то ситуации. Для государства и для большинства граждан это все равно будет лучше. Вот несколько забавно, конечно, слышать, что вы, Андрей, об обшорной теме в России, что она только начинается. Может быть, он вспомнит самый первый на территории СНГ оффшорный проект, чем он закончился. А, Виктор, я просто сразу хочу вас перебить, нисколько не сущая Андрея, думаю, он сейчас сам может ответить. Но дело не в этом. Андрей в самом начале программы, он не сказал, что оффшоры у нас забыты, и ими никто не пользуется. Он сказал, что к ним было гораздо меньше внимания до 2012 года. А вы имеете в виду внимание государственных органов или внимание бизнеса? Да и не только внимание государственных, тем более. Вспомните, первый оффшор на территории еще тогда Советского Союза. Свободная экономическая зона Ингушетия. Реклама по каналу достаточно активно ее продвигали. И чем она закончилась? Когда высвобождаются большие денежные массы. Ну, то есть вы противник оффшорных компаний? Нет, я не противник оффшорных компаний. А какая у вас позиция? Я противник злоупотребления. И не только я. Это мнение частного лица. То есть правильно я понимаю, Виктор, что ваше мнение, что вы не противник, естественно, компаний не оффшорных, никаких либо других, но самое главное, по вашему мнению, проблема заключается действительно в злоупотреблениях? Это, мне кажется, то, о чем мы говорим сегодня и говорим вместе с Андреем именно с этой точки зрения. Потому что злоупотребление – это и есть недобросовестность. Например, те же самые налоговые органы. По сути, я думаю, в арбитражных процессах по данной тематике, я думаю, слово «добросовестность» звучит обязательно. Я с вами согласен, но на каком уровне тогда контролировать? Если вот, допустим, налоговые органы в прошлом – это господин Сервюков в прошлом. Что он мог контролировать? Ну, вы знаете, да, это точно так же мы сегодня можем обсуждать. Виктор, я, в общем и целом, частично согласна с вами, свою точку зрения могу сказать. Но это так же, как мы сегодня, кстати, касались этой темы по поводу того, что в России, к сожалению, на данный момент мне не субъективно, но их очень многие поддерживают, нельзя получить качественную, не то что нельзя, но не гарантированно она, качественная судебная защита прав, например. Да, мы в некоторых ситуациях получаем совершенно фантастическую, замечательную, качественную судебную защиту, но мы никогда не можем быть уверены, получим ли мы ее в каждом конкретном случае. Потому что и судебные ошибки случаются, и масса всего другого случается, о чем тоже говорят постоянно. Это не какая-то в России закон, это, как говорят, сейчас в руках китайского банаха, и можно крутить. Ну да, есть гораздо более известный всем, мне кажется, поговор, когда говорят закон, что дышал, куда повернешь, так и вышло. Виктор, спасибо вам большое за ваше мнение. Андрей, ну вот такая точка зрения, хотя мне кажется, сложно поспорить с тем, что офшоры надо использовать добросовестно, не в целях совершения преступлений, если уж говорить об уходе налогов, например, с точки зрения Уголовного кодекса. Ну, мы ведь с вами что сейчас видим, если посмотреть на весь мир, ведь вопрос офшоров, он же не только российский вопрос, он вопрос общемировой, и Соединенные Штаты Америки достаточно сейчас агрессивно ведут политику в отношении схемы минимизации налогов с участием офшоров, да, и вот ситуация с Кипером не столь давней в Европе, да. Мне кажется, здесь какая возникает ситуация. По сути дела, государства, которые получают налоги, они выходят на некий уровень конкуренции с организациями, да, потому что достаточно непростые времена, экономический кризис, нужно так или иначе иметь денежные средства для того, чтобы развиваться, да. И, конечно же, в ситуациях, когда вот различными юридическими путями компании делают вид, что они платят все налоги в своем государстве, а на самом деле уводят какую-то их часть в низконалоговую юрисдикцию, конечно, это вызывает со стороны государства некое раздражение, да. И это то, что мы сейчас видим, с этим государства начинают пытаться так или иначе бороться. В каких-то случаях успешно, в каких-то нет. Вот если говорить о российской системе, я, кстати, хотел короткую ремарку дать про суды, что, на мой взгляд, действительно сегодня есть так или иначе непредсказуемость в ряде вопросов, особенно таких, не очень проверенных пока практикой. Но, на мой взгляд, вот та практика, которая развивается, по крайней мере, в налоговых спорах за последние несколько лет, она показывает, что только судебной практикой мы придем к какому-то адекватному и четкому принципиальному распределению вопросов, да, и какому-то урегулированию, потому что, когда мы сталкиваемся с конкретикой, тогда вот степень ответственности за принятие решения, она повышается. Когда мы в теории рассуждаем на уровне законодательства или каких-то разъяснений о том, как могло бы быть, степень ответственности, она в ряде случаев может быть, там, чуть ниже, да, и это порождает какие-то споры дальше. Если вот сказать про те методы борьбы, собственно, с которыми государства пытаются бороться, да, то вот мы сказали про положительную практику, буквально короткая две ремарки про отрицательную практику. Есть сегодня уже отрицательная практика, связанная с тонкой капитализацией. Как я сказал, это ситуация, когда российские компании выплачивают проценты за займы в офшорной юрисдикции, и выше определенного размера таких процентов считается, что это дивиденды, и они переквалифицируются в дивиденды, и налогообложение уже меняется, да, то есть не столь оно благоприятно в отношении налогоплательщика. Есть достаточно известных два дела. Одно по соглашению со Швейцарией, насколько я помню, в котором компания пыталась воспользоваться оговоркой о недискриминации, такой общей оговоркой о том, что налогообложение в одной стране не может быть хуже налогообложения в другой стране, да, и там Высший арбитражный суд достаточно четко сказал о том, что эта оговорка, она не работает в случае, когда компания выплачивает вот такие проценты, да, в взаимозависимой структуре, естественно, в другом государстве, и это уже вопрос защиты национальных интересов, а не вопрос того, чтобы налогообложение было равнозначным. И другое дело, тоже достаточно важное, 12-го года, в котором, вот, опять же, разбиралась эта ситуация, в тех правилах, которые есть в налоговом законодательстве, говорится о материнских компаниях, да, когда материнская компания выдает дочерней структуре в России, займ такой, а там была ситуация, когда этот займ выдавала не материнская, а сестринская компания. Так вот, это сравнение такое вот с той ситуацией, о которой мы говорили про фонд, да, когда Кипр получил на БВО, деньги и не посчитали в этом какого-то криминала. Так вот, здесь совершенно обратная ситуация, да. Сейстринская компания дала займ, налоговые органы выяснили, что на самом деле этот займ поступил к сейстринской компании от материнской, это не ее были денежные средства, они были взяты из материнской компании, и сказал, что смотрите-ка, фактически российский налогоплательщик получил денежные средства от материнской компании, эти правила должны быть применены. И суды поддержали налоговый орган, сказав, что да, надо применять такие правила в такой ситуации. Это вот достаточно вообще такая сложная тема, вот когда мы говорим про преимущество содержания над формой, возникает вот такой вопрос, что, скажем, некая серия сделок, да, может рассматриваться, как по сути дела одна сделка, да, и вот какие-то цепочки, какие-то взаимоотношения между какими-то компаниями могут для целей налогообложения быть, ну, скажем, немножко так, вывернуты, да. То есть, когда вы построили серию сделок, и вся она выглядит, как, по сути дела, одна некая большая сделка, да, то налоговые органы пытаются говорить о том, что нет, вот знаете, здесь вот была вот эта сделка, а то, что вот между там этими компаниями была целая цепочка сделок, она, по сути дела, просто прикрывала эту ситуацию. Такая доктрина даже есть, да, в России она пока не распространена, на Западе есть такая доктрина, когда вот цепочку сделок признают фактически одной. Вот это такие негативные примеры, да. И еще один негативный, ну, или даже не знаю, вот, может быть, вы со мной поспорите или согласитесь, негативный или позитивный пример, достаточно интересное дело, оно не из налоговой сферы, дело, в котором компания пыталась имущество из чужого незаконного владения недвижимое забрать, и в рамках этого спора возникла у той компании, которая незаконно им владела, у нее была аффилированная структура в офшоре на Кипре. И так или иначе вопрос дошел до того, что компания, незаконно владевшая имуществом, она проиграла спор, но имущество это успело передать своей дочерней структуре в офшор. И когда начался спор о том, как взыскать имущество с офшорной компанией, начался спор о том, насколько она взаимозависима с российской, и какой интересный вывод здесь был сделан. Компания, которая была аффилирована с офшором, она отказалась раскрывать конечных бенефицаров, и высший арбитражный суд, по крайней мере, в определении, постановления итогового, по-моему, до сих пор нету текста, он обозначил интересную мысль, а вправе ли такая компания иметь судебную защиту своих интересов, если она не раскрывает своих конечных бенефицаров. К вопросу о добросовестности. Да, к вопросу о добросовестности. Сейчас же поправки ВГК, которые я отвлекусь, они совершенно не связаны у нас ни с офшорами, ни в общем и целом с налогами, хотя там речь идет о сделках, тоже ставят в главу угла добросовестность. Именно добросовестность, которые с 1 сентября у нас начинают действовать. Мне кажется, вот это вот слово сейчас в гражданском законодательстве и в налоговом законодательстве, и применительно к офшорам, тоже именно слово добросовестность, оно сейчас первое значение приобретает, потому что и судебная практика должна будет повернуться обязательно в эту сторону. Я нашим слушателям хочу напомнить, что мы сегодня обсуждаем все, что связано с офшорами, хотя у нас разговор, по-моему, как всегда пошел и дальше, и шире. Мы сейчас обязательно выслушаем новости, через 2 минуты вернемся в эфир, ну а вы пока можете позвонить по телефону 65 10 99 6 и задать ваш вопрос, если он у вас, конечно, есть. Итак, офшорные схемы темы программы сегодня. Мы находимся в прямом эфире 65 10 99 6, код Москва 495. Это телефон, по которому можно позвонить. А также финам.фм, сайт радиокомпании, радиофинам, на страничке программы «Формула права» вы также можете оставить ваш вопрос в комментариях. А времени у нас осталось уже до окончания программы совсем немного. У меня в гостях, напомню, находится Андрей Грачев, юрист КПМГ в России и СНГ, кандидат юридических наук. Но вот, смотрите, Андрей, мы обсуждаем обшорные схемы, уже повторяюсь немножко, что мы выходим шире, конечно, этой темы, потому что затрагиваются какие-то принципы, особенно базисные принципы, которые сейчас закладываются в том числе не только в налоговую, но и в гражданское законодательство, и принцип добросовестности в том числе. Вот один, наверное, из первых. И все-таки мы говорили о том, что практика не только позитивная в пользу налогоплательщика существует в арбитражном процессе, существует практика и отрицательная, ну, отрицательная для конкретного налогоплательщика, если говорить обо всех налогоплательщиках, наверное, вместе, то это можно назвать и положительной, а для нас, как юристов, любая практика положительная с точки зрения того, что это некие в итоге разъяснения, да, правоприменения, каким образом, какие ситуации могут быть истолкованы судебными инстанциями. И все-таки, вот скажите, использование, возвращаясь немножко прямо в начало нашей беседы, использование оффшорах в тех самых схемах или, как вы говорите, моделях не только с точки зрения налогов, а в принципе с точки зрения бизнеса, рисковано сегодня с точки зрения повышенного интереса проверок, допустим, или еще что-то. Я сейчас не говорю про цели использования, не говорю, только ли для налогов или есть действительно какой-то бизнес-процесс, завязанный именно на эту компанию, а вот сам факт, если в модели, в бизнесе, в структуре существуют оффшорные схемы, привлекает ли это дополнительное внимание тех же налоговых органов при проведении проверок? Ну, вот как можно понять из той практики, которая есть, да, это привлекает внимание, особенно если мы говорим о каких-то серьезных денежных потоках. Да, вот те типовые ситуации, которые я озвучил, там связанные с роялти, там с выплатой процентов, так или иначе это привлекает внимание налоговых органов, и вот те победы, которые состоялись в 2012 году относительно правил тонкой капитализации, они, конечно, будут давать налоговым органам повод, увидев такую ситуацию у того иного налогоплательщика, посмотреть ее подробнее. Но я бы не стал говорить о том, что сегодня уже как-то очень рискованно работать с офшорами, тем более, что есть различные компании, различные страны мировые, которые и не считаются офшорами, при этом представляют интересные достаточно там опции для бизнеса. Это, например, тот же Сингапур, который сейчас становится достаточно популярен. Вот поэтому, скажем, мне хочется верить, наверное, что мы на сегодняшний день уже подросли до такой степени в налоговых отношениях, что вот само слово офшор, оно не должно пугать, не должно вызывать какую-то рисковую... Если офшор, то точно с целью ухода от налогов или какой-то противоправной целью. Мы сегодня все-таки углубляемся в чуть более тонкие материи уже, да, и смотрим, вот как мы с вами разбирались здесь, насколько это обоснованно, насколько это содержательно и так далее. Тем не менее, я должен сказать, что та публичная налоговая политика, которую государство озвучивает, она так или иначе идет в сферу более строгих правил работы с офшорами. Сейчас планируется постепенно ввести в налоговое законодательство и понятие резидентства для юридических лиц, резидентства, которое будет зависеть не от номинального нахождения организации в той или иной стране, а от того, где органы управления действительно находятся, то есть где происходят фактически реальные действия. Так и понятие конечных бенефициаров. То есть все эти инструменты, они, конечно, позволят более активно и более глубоко разбирать все эти ситуации. Так или иначе, начинают более активно заключаться соглашения с разными странами об обмене информацией. Пока это больше планы, чем реальные какие-то факты, но тем не менее, первые случаи уже есть. Тем же Кипром заключено соглашение. И с другими странами это будет совершенствоваться. Я думаю, что и соблюдение процедур общения с тем же Интерполом будет совершенствоваться. Поэтому здесь просто нужно понимать, что компетенция должна быть максимально выше при работе с такими юрисдикциями, поскольку только высокая компетенция работы с ними и высокая проработанность документа оборота и всех действий позволит достаточно спокойно налогоплательщикам существовать и работать дальше. Легко ответить на вопрос, что это за компания, и на самом деле повысить в какой-то степени доверие даже с налоговыми органами. А вот скажите, пожалуйста, такой у меня, ну, наверное, вопрос, не вопрос, не знаю. Может быть, он к вам, наверное, может быть неправильно обращен, но у меня возникает. Мы разговариваем все время, говорим о том, что отдел отток капитала, да, так или иначе. Неважно, добросовестно ли или недобросовестными целями использована офшорная компания, но, как правило, это компания, которая не сюда привозит деньги, а все-таки чаще всего, если я правильно понимаю, деньги, наоборот, идут оттоком в другие страны, в том числе в офшорные страны. Почему не сделать офшоры в России? Ну, пусть они к нам тогда оттоком идут, допустим. Но если мы так переживаем со страшной силой, что у нас вот идет отток капитала в офшорные страны, то есть мы признаем, что фактически, что офшорные страны имеют некую привлекательность для капитала. Ну, смотрите, Анастасия, как я вот сказал в начале программы, да, один из элементов сегодня – это беспокойство бизнеса с точки зрения защищенности его активов, да, даже скрытие своего конечного бенефициара – это беспокойство за агрессивный захват какой-то, да, незаконный. Вот если развитие законодательства судебной системы позволит эти риски снять, то на самом деле одними только налогами я не думаю, что будет столь желанным уход в офшоры, да. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, наверное, не столь принципиально создавать какой-то офшор в России, да, более принципиально выстроить общий режим более эффективный. Если, например, это проще будет сделать в рамках какого-то отдельно взятого офшора, почему нет? Но мне кажется, что было бы разумнее это делать уже на всю страну, да, тем более, что, вот как вы уже не раз озвучили, действительно сейчас в гражданском законодательстве серьезные реформы, да, потому что мы сейчас везде слышим, что все пытаются делать сделки не по российскому праву, да, или там английское право пока вне конкуренции, по сути это дело. Конечно, чем выше, чем конкурентоспособнее будет российское законодательство и судебная система, тем… Именно вместе. Да, именно вместе. Потому что у нас не такое плохое законодательство само по себе, просто когда мы сталкиваемся с тем, что мы его в судах применяем, тут уже как, по-разному случается, ввиду разных же причин, опять же, да, особенно когда это какие-то споры между двумя какими-то коммерческими организациями. Всяко бывает. Бывает, что одно и то же дело один суд, одно решение вынес, другое другое, третий, третий все вернул назад, и вот так вот это вот все двигается. А как правильно, ты думаешь, если суды не могут определиться, как должно быть правильно, там, два года слушаться какое-то дело, как компания определится еще до того, как они в суд попали, или как надо было бы правильно делать, чтобы все было хорошо, ну, грубо говоря. То есть вот в этом сложности, на мой взгляд. Я извиняюсь, перебила вас, Андрей. Нет, действительно, таких примеров много, и мы в любом случае с вами скатываемся на этот вопрос. Конечно, вопрос использования офшоров, вот возвращаясь к общей мировой практике, это, по сути, вопрос конкуренции юрисдикции, в принципе, мировой. И, конечно, чем конкурентоспособнее твоя собственная юрисдикция, тем меньше у бизнеса необходимости уходить в какую-то другую юрисдикцию. Тем более, что, несмотря ни на что, я повторюсь, что налоги сегодня в России, ну, не слишком высокие. Скорее вопрос налогового администрирования, как всегда, нас беспокоит. Да, ну, а это опять возвращается к вопросу судебной защиты и всему тому, о чем мы сейчас говорим. Я правильно понимаю, Андрей, у нас уже буквально 4 минутки осталась программа, хочется некое резюме подвести, и я хочу это сделать вместе с вами для наших слушателей. Первое, что я для себя услышала, и, надеюсь, нашим слушателям тоже это полезно, что офшор, возможно, и привлекает какое-то повышенное внимание, но, тем не менее, это не является решающим. В настоящее время уже и судебная практика, и в целом, в большей степени налоговые органы, опять пользуясь той же судебной практикой, особенно, где они проиграли дела и выиграл налогоплательщик, все-таки рассматривают более конкретно каждую индивидуальную ситуацию, то есть, возможно, что они увидят офшор в некой модели, уже пользуясь вашим языком, да, Андрей, и при этом начнут более подробно ее разбирать, но налогоплательщик всегда должен показать, для чего существует эта компания. Да, не для того, чтобы налог стал меньше, который я буду платить. Большие ли налоги в России? Небольшие, но сам факт, эта цель должна быть не единственная, но она может быть как таковая, в принципе, как одна из, сопутствующая, но в любом случае цель должна быть какого-то бизнес-проекта и бизнес-деятельности, в которой свое место, какое конкретное место, нужно пояснить, занимает. Эта компания, это первое, что смотрят сейчас и налоговые органы, и арбитражные суды, если у нас уже доходят до арбитражных судов. Что еще могли бы нам посоветовать, нашим слушателям, в плане офшоров? Ну, действительно важно, я короткую ремарку в этой части скажу, что даже на уровне государственном, да, постановление Пленума Высшего Объединенного Суда в 1953-2006 году прямо сказало о том, что наличие налоговой выгоды наряду с бизнес-целями не является чем-то противоправным. Да, противоправно только если налоговая выгода для вас приоритетна. Она единственная. В общем и целом, наверное, совет в том, чтобы компании, когда так или иначе пользуются офшорами, просчитывали более глубоко и более детально и более наперед свои действия, документально оформляли, не стеснялись все операции в той или иной степени, да, старались вот то, о чем мы с вами говорим, по сути дела, вот этот принцип искусственности всячески изживать из своих отношений, а тот бизнес, который есть, старались показывать документально максимально эффективно для того, чтобы у налоговых органов, они же, как правило, документы проверяют, да, а для того, чтобы им из документов было максимально более ясно, что действительно все обосновано и не стесняться там выпускать какие-то внутренние приказы для там целей открытия тех или иных компаний, чтобы они объясняли в какой-то степени хотя бы мотивы, да, это все будет повышать понимание бизнеса, потому что налоговые органы часто в таких ситуациях не понимают в достаточной степени, и это нормально, потому что им никто это не рассказывал и не объяснял, по сути. Ну, а это раз, во-вторых, у каждого, ну, условно, у каждого человека свой бизнес, и он, конечно же, его понимает, а у налоговых органов сегодня излучает один бизнес, завтра другой, и, собственно, все знать невозможно, и помыслы всех людей, которые производят какие-то действия, тоже знать невозможно, конечно. Да, да, да. Ну, и, безусловно, не стесняться того, что, как я уже сказал, налоговые органы не могут рассказать вам, как вести бизнес, да, поэтому в тех ситуациях, когда вы считаете обоснованно, например, что те или иные активы будут там больше защищены, если вы грамотно выстроили систему использования этих активов в России, действительно, они содержательно используются вами, и вы не постарались как-то сэкономить на размере ройалти, а определили их там в разумных пределах, адекватных, да, то не нужно этого совершенно бояться, и даже какие-то вопросы, которые могут последовать, вы на них всегда сможете, даже если не сами, то с привлечением профессиональных юристов, ответить, и это позволит... Ну, то есть самое главное, Андрей, я правильно понимаю, что должно быть внятное обоснование существования этой компании. Да. Не говоря вообще сейчас о налоговых преференциях, просто внятное обоснование, кроме налогов, есть что-то еще или нет. Итак, я напомню, что у меня в студии был Андрей Грачев, юрист КПМГ в России и СНГ, кандидат юридических наук, обсуждали сегодня офшорные схемы каждый четверг с 11 до 12 часов. Формула права в эфире. Слушайте нас.